Прохождение онлайн верификации в модуле тестирования. Верификация – технология проверки информации на достоверность, точность и соответствие исходным данным. В нашем случае это проверка пользователя на подлинность путем сопоставления фотографии. Обязательными условиями прохождения верификации пользователя является наличие фотографии в личной карточке, подключенная и активная веб-камера. Система до запуска верификации проверит оборудование и попросит вас разрешить доступ к камере. Перед началом работы в модуле тестирования и на протяжении всего времени прохождения тестирования убедитесь в том, что веб-камера активная и следите за тем, чтобы ваше лицо оставалось перед веб-камерой, так как будет осуществляться верификация. Также убедитесь в том, что у вас есть все необходимое и вам не потребуется вставать и отходить от компьютера до завершения тестирования. Сядьте прямо перед веб-камерой так, чтобы ваше лицо было равномерно освещено, а позади вас или сбоку от веб-камеры не находились источники освещения. В момент прохождения тестирования запрещается открывать другие вкладки или приложения и не допускается использование аудио-гамнитур и других визуальных подсказок. В случае обнаружения попытки обмануть систему по итогам прохождения тестирования ваша оценка за тестирование может быть аннулирована на усмотрение сотрудника соответствующего структурного подразделения за нарушение правил верификации при прохождении тестирования. В случае аннуляции оценки вам будет отправлено соответствующее уведомление посредством внутренней системы уведомлений. Функциональные возможности модуля. Для начала тестирования необходимо в списке основного меню нажать на модуль тестирования, что произведет переход на основную страницу модуля, которая содержит список назначенных тестов, а также ссылку, содержащую правила прохождения верификации и тестирования. Для ознакомления с содержанием правил необходимо нажать на ссылку, после чего будет открыта страница, содержащая текст правил. Для прохождения процесса верификации, предоставляющей допуск к прохождению тестирования, необходимо нажать на ссылку «Пройти верификацию» в строке с назначенным тестированием. При нажатии откроется всплывающее окно, содержащее текст правил прохождения верификации и тестирования, с которыми необходимо ознакомиться и выставить отметку в поле с правилами прохождения процесса верификации и тестирования «Ознакомлен» и нажать кнопку «Продолжить». Далее будет отображено всплывающее окно «Верификация», в котором будет осуществляться процесс верификации. Окно содержит фото из личной карточки. Ваша фотография, загруженная сотрудниками образовательного учреждения, которая будет отображена в левой части всплывающего окна. В случае отсутствия загруженной фотографии, вам необходимо обратиться в соответствующее структурное подразделение образовательного учреждения для загрузки фотографии в личную карточку. Фото тестируемого будет производиться в онлайн-режиме, транслируя изображение из веб-камеры. Для начала процесса верификации вам необходимо сделать фотографию посредством веб-камеры, нажав на кнопку «Сделать фото» и нажать на кнопку «Верифицировать». Кнопка «Верифицировать» может быть неактивной, если будет отсутствовать фото из личной карточки, фото тестируемого или если вы исчерпали все попытки для прохождения верификации. В случае использования всех попыток верификации безуспешно, вам следует обратиться в соответствующее структурное подразделение образовательного учреждения для предоставления дополнительных попыток. После осуществления процесса верификации система отобразит результат сопоставления фото из личной карточки и снятой фотографии в поле «Результат» в процентном соотношении с цветовой индикацией. Зеленый – это верификация пройдена успешно, красный – это верификация не пройдена. Помимо этого зафиксирует попытку прохождения верификации в поле «Использована попыток» и отобразит количество использованных вами попыток, а также максимальное количество попыток прохождения верификации. Если верификация не пройдена, то доступ к прохождению тестирования не будет предоставлен. Если верификация будет пройдена успешно, то вам откроется доступ к прохождению тестирования нажатием на ссылку «Пройти тестирование» в том же окне. В процессе прохождения тестирования система будет осуществлять фотосъемку в случайном порядке и верифицировать сделанное системой фото с фото из личной карточки. На протяжении всего времени в правом углу вашего экрана будет отображена область с трансляцией изображения, получаемой из веб-камеры. Система уведомит вас соответствующим сообщением о потере подключения веб-камеры и заблокирует доступ к сдаче тестирования, в том числе переход к остальным компонентам системы, а также время, отведенное на тестирование, не будет остановлено. Система также уведомит вас соответствующим сообщением о завершении тестирования, отобразив полученный результат в случае превышения допустимого количества нарушений, который будет формироваться из низкого результата верификации, вашего отсутствия перед компьютером и неудовлетворительной фотографии, сделанной во время прохождения тестирования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...